всем привет сегодня 15 апреля 2021 года будет такой маленький у меня для вас необычный обзор ехал с одной съемки на другую переезжал из тернопольской области его на франковскую и при переезде через реку днестр по трассе r24 обнаружил совершенно потрясающий мост по моим наблюдениям похоже что мост делался где-то в конце 80-х годов почему я вам объясню чуть позже сначала думал сделать короткий сюжет для инстаграма только и для фейсбука но потом решил полетать и еще более впечатлил с этим мостом решил сделать на наш канал сюжет хотя здесь никаких ремонтных работ не ведется и не знаю будут или нет но мост вы сейчас сами увидите думаю вы тоже получит такое же впечатление как и я не забывайте подписываться наш телеграм-канал вступать нашу группу фейсбук подписываться на страничку фейсбук если хотите меня поддержать можете сделать это на патреоне либо же через карточку мы находимся на границе тернопольской и франковской областей возле моста через реку днестр вот такое вот чудо инженерной мостостроительной мысли обнаружил совершенно случайно для себя при переезде через реку днестр почему я думаю что мост 80-х годов потому что он очень конструктивно похож на эстакаду южного моста в городе киеве если вы внимательно посмотрите с этого ракурса либо же с аэросъемки на его пролетное строение вы видите что она собрана из сегментов это типичный мост шашлычного типа очевидно он склеивался из отдельных сегментов железобетонных они полые внутри должны быть и натягивались ванты внутри вот такой вот мост получился высота стоек но я сначала оценил ее метров пятьдесят но когда взлетел дроном правда я взлетал не с уровня воды но примерно оценки скорректировались где-то в районе 30 метров это все имеет высоту над уровнем днестра как видим в принципе так внешне мост выглядит симпатично хотя сверху на нем очень много ям колейности то есть его сверху по любому надо чинить ну а такие мосты если не действительно в 80-х годах были построены кстати можете мне в комментариях написать когда же он строился на самом деле то эти мосты требуют защиты как минимум и какого-то восстановления издалека не видно но когда подлетал ближе там видны какие-то трещины может быть это поверхностные трещины на бетоне тем не менее его надо чинить приводить в порядок пока никакой информации у меня нет включено в какую-то программу или не включен но было бы конечно обалденно если бы его включили в программу наподобие великого будивництва либо еще какую-нибудь государственную и выделили средства начали здесь ремонт потому что показать ремонт такого моста это ну может быть чуть чуть менее масштабно менее грандиозно чем запорожский мегамост либо же подольско-воскресенский мост по крайней мере вот в этих диких местах которые его окружают хотя здесь на самом деле какое-то небольшое сельцо есть пасутся курочки уточки сельцо выглядит симпатично домики не дешевые даже некоторые сложены из какого-то бутового камня наподобие старинных замков но тем не менее тут насколько я понимаю особо туристами не избалован этот район если здесь сделать инфраструктуру красивую привести в порядок все то было бы обалденно сюда можно было привлекать людей на такое чудо украинское поскольку я ехал сюда с дорожного обзора то уже как обозреватель не могу не отметить что дорога r24 со стороны тернопольской области на убитая она пересекает трассу m19 m19 шикарно сделано я вам об этом делал обзор рассказывал r24 она идет из каменца подольского в сторону татарова в карпатах какую-то часть проходят по m19 далее вот по этому мосту идет ванно-франковской области ванно-франковской области там новый щема асфальт все красиво сделано очевидно это сделалось либо в конце прошлого года либо может быть даже в начале этого года то есть его на франковской стороны все нормально тернопольская сторона сказала что теоретически планирует дорогу r24 ремонтировать следующем году в этом году пока в плане нету ну и возможно этот мост тоже будет приводить в порядок вместе с дорогой что еще здесь интересно напротив меня сейчас ивано-франковский уже берег он высокий скалисты и заросший лесом среди леса вот такие выступают скалы вы видите наверное на своих экранах скалах какие-то пещеры наблюдаю я знаю что днестр это вообще обалденно красивая река в разных местах она разная мы видели в сливке войны левская она такая практически равнинная здесь она почти горная сейчас она выглядит тихо и спокойно хотя достаточно быстро несет свои воды но ширина большая поэтому этого не ощущается но на самом деле днестр может подниматься очень высоко и вы видите вот эти массивные ростверки в виде ледоломов или волноломов сделаны вот примерно до этого уровня видимо проектанты рассчитали что может подниматься река поскольку может очень огромный то кажется что высота этих ростверков небольшая но я могу оценить ее примерно но наверное до метров десяти может быть плюс минус так что вот такое чудо мне здесь удалось обнаружить как минимум я уже отметил что плохое очень его покрытие также очень гупают деформационные швы когда заезжают туда машины а машина здесь том числе и фур и грузовые ходят пока я здесь хожу я уже наверное полчаса на него потратил любую сфотографируя его на телефон то надо делать ну и тем более если приводят дорогу в порядок то значит что мост тоже требует повышенного внимания к себе ну еще раз с моей точки зрения здесь можно обалденную туристическую локацию устроить я вас не буду грузить сегодня лишней информации поскольку все равно пока это беспредметный разговор ничего про него мы не знаем кроме того что я так при поверхностном осмотре вам смог сказать поэтому просто полюбуйтесь аэросъемкой старался уже со всех сторон его облететь чтобы вы могли его рассмотреть аэросъемкаああ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 все-таки похоже мост действительно идет немного на возвышение это не обман зрения далее дорожный ад заканчивается и мы попадаем на шикарный чем а асфальт въезжаем военно-франковскую область дорога идет сейчас на татарев дорога 24 военно-франковской области вообще идеальная опять же не мог не сделать этого включения чтобы не отметить мы видим укрепленную обочину с двух сторон от дороги красивую разметку дорога ровненькая машину не трясет и еще предвидя в комментариях поправки поводу татарова хочу отметить что я слышал и такое и такое произношение одни говорят татарев другие говорят татарев как правильно я не могу судить поэтому говорю так как мне больше нравится из тех двух вариантов хотел уже с вами попрощаться окончательно но к сожалению счастье длилось недолго ехал я по трассе r24 по ивано-франковской области несколько километров дорога просто идеальная была отремонтирована новая щема гладенка машину не раскачивала не трясло ни одной ямки разметка сделана пластиком новые знаки в общем просто все идеально было уже хотел порадоваться за ивано-франковскую область но несколько километров завершились и мы вновь въехали на более привычную нам по сегодняшнему дню r24 которая вся в ямах и горбах еще одно включение заехал в первый населенный пункт поселок коты кивка сейчас правда я переехал уже в какой-то следующий поселок не запомнил название и вынужден взять свои слова обратно плохой участок продолжался несколько километров после чего мы вновь попали на щема но сейчас я уже еду по r20 сторону ивано-франковска но отремонтирована дорога r24 пошла далее в сторону буковеля видимо какой-то кусок не успели отремонтировать я думаю что в этом либо в следующем году все завершат сейчас как вы видите я снова еду по отличному щема проехал круговое движение новенькая клумба сделано и дороги расходятся на этом я с вами окончательно прощаюсь до новых встреч новых обзоров пока а а